всем всем привет это колиусы это не розы нет и не цветы это листва такая красивая вот кормила розы сейчас кальмагнезией динке у меня все цветет и цветет говорят повторное цветение бывает у нее не знаю у меня вот так вот она цветет выдает все новые ветки и выдает вот вот она вот она вот еще будет цвести и цвести и прямо до снега и до заморозков я что хочу показать и у меня тут роза еще не посаженные прям 100 бессорам бегонии да вот эти называются вот бегонии да которые я сеяла которые я из семян выращивала вот и и пожрали пожрали слизни прям ужас тихий но я что хочу показать говорили девчонки что они дают потом луковицы такие или бульбочки да правильно бульбочки наверное картофелин и как их назвать я сейчас их вырвала но все равно они уже не цветут уже вот уже пожрали них прям все посмотрите они реально дают такие бульбочки я не знаю навряд ли их с махом и смогу сохранить если их на дачу под пол положить их там думаю что мыши сожрут вот холодильнике или нет я в холодильнике хранить не буду вот я не такой прям фанат этих вот посадила выкопала выкопала опять посадила хранила вот а я там меньше дала так это какая была уже я не помню даже цвета нет это тоже что ли желтая я не пойму вот смотрите какие бульбочки и реально а их можно если сохранить его и то на следующий год они будут у вас красиво свести но если вы поклонники вот таких вот красивых таких вот красивых цветов я не такой я поклонник я не люблю вот это вот закопал выкопал закопал выкопал я люблю посадил и забыл вот с розами тоже вот сейчас только что кормила их калимагнезией выбора фоской калимагнезией сейчас а я уже выбросила мусор куда так что вот так вот несу это все я все это перелись не как они пахнут вот реально они так пахнут а это большие были хорошие большие вон какие помпоны но все пожирали слизни задолбали уже так ладно розочка вон еще цветет у меня 1 1 вот здесь и забыла какая ладно неважно неважно и вот еще подарок от полины козловой как же амнестика как же она пахнет плетистая почему-то полина козлова всем дарит плетистые розы в основном в основном как же она пахнет вы себя не представляете за как у нее невероятный так ладно пошла на мусорку выбрасывать и бегу не так агератум вот я цветет цветет долго он раскачивается конечно на цветет наверное до самых заморозков красивые красивые синие все спрашивают что это за цветы смотрите колиусы какие еще хотела показать какой колес как они смотрится в основном зелень зелень и вот только сейчас увидела он свет что ли поменял свой колиус сейчас упасть тут посмотрите какой необычный нужно будет взять череночек еще я слышала ролик слушала да что оказывается черенки нужно брать не вот здесь вот центральные вот если вы хотите череночек сохранить а боковые маленькие вот которые поменьше потому что вот эти центральные будут у вас свистеть и будут плохо так сказать зимовать хранится нужно брать малышей как как можно поменьше вот здесь вот боковые вот так вот вот он как смотрится неприглядно да а тут посмотрите как он прям вымахал прям такой красивый такой необычный так и сейчас еще колиусы покажу здесь у меня эти георгины надо сейчас вырвать вообще здесь не знаю здесь вообще не цвела обалдеть темно конечно любому цветку требуется солнышко ну вот какой красивый необычный прям баркатный этот красивый обязательно постараюсь и их сохранить и вот малыши вот эти вот не центральные нужно брать а вот эти малыши вот-вот-вот которые сбоку идут прям малыши малыши прямо так вот отодвигаем и берем малышей естественно как она говорит вы будете их раза два три пересаживать зимой обалдеть я их конечно беру тыкаю в банку наливаю воды в банку и все и вот так вот краю кстати не все сохраняются они здесь холсту даже пожрали посмотреть может до чего вот это крепкая вроде бы холста было нет и тут тоже пожрали вот смотрите какие вот обалдеть какие красивые ух и да кто такой у меня помпанел очка кажется помпанела да кажется надо вот они какие колю все высокие вот это вот эти вот вот они точно в воде сохраняются говорится и ничего не бывает здравствуйте ой лиза здравствуй девочка из нашего подъезда и вот смотрите и вот это тоже сохраняется ну то есть банку я наливаю воду воткнула и они стоят у меня если какие-то перерастают я их обрезала они дальше стоят вот так вот вот такие сильные я люблю сильные колюса есть такие которые маленькие недоступника вот это тоже мне нравится какой колюс красивый но колюсу некрасивых не бывает хоть вот это тоже вот как-то он такой как же мухрышка какой-то но он растет в ширину вот он тоже очень видно его не знаю в следующем году как говорится да сбок все будет хорошо я их посажу совершенно другое место но им тоже здесь очень нравится здесь принципе то темно да но им тоже тут очень хорошо вот этот какой необычный красивый очень очень они красивые колюсы колюсы люблю хосты гехеры какие они беспроблемные правда жрут их все подряд все кому не лень так толку от этих мешков ну-ка сейчас посмотрим ага толку вот смотрите сейчас пойду на мусорку выбрасывать на этом мешке нет а вот есть один вы знаете я их уже не боюсь я уже до такой степени они мне обрыгнуть эти слизни что я уже их руками беру вот смотрите смотрите гнездо просто помидоры у меня помидоры вот нашатырным спиртом там 40 миллиграмм на 10 литров потому что если больше нашатырного спирта ложить то они цветы пожгете свои вот в чем дело ну смотрите нашатырный спирт разводите 40 миллиграмм правильно 40 миллиграмм на 10 литров воды так ладно пойду я то они сейчас переползут собаки злые пойду встряхнула как буду вся в связи один раз встряхнула вот так мешок они мне на голову понаприлепли на меня понаприлепли господи и я не могу но как-то я встряхну все равно не на голову не не побрызгали все так ладно все пошла работать картина маслом спят спят ждут когда жрать пойдут пошли ребята пошли отсюда пойдем сейчас в другое место жить пожевать вот вчера вынесла столько же вот на этой вот на этом мешке и сегодня такая же история посмотрите какие они жирные красавчики но сегодня у меня для них угощение совершенно другое говорят вышел какой-то закон о рекламе нельзя показывать короче ну я не знаю что вы хотите показать нельзя и вот я им купила вот видите правда дорогое взяли муж мне принес по 100 рублей вот это вот но я думаю что я возьму в светофоре до светофор такой магазин есть возьму им подешевле конечно вот ну куда за 100 рублей вот видите налила сходила на мусорку бутылок натаскала нарезала вот так вот донышки что-то я очень коротко его обрезала но все равно они туда придут я знаю что они туда придут так вот нарезала еще вот таких вот нарезала да мне уже третья бутылка ушла так что я не знаю не хватит для всех конечно не хватит так ладно вы сидите пока я сейчас приду о нарезала бутылок сходила на мусорку и нарезала целый пакет вот таких вот штучек так ладно еще мне нужно вот это что ли возьму сейчас покажу короче расставила по всей ну кломбочки где только они так вот прям жруют прям лютуют где вот бутылки нарезала донышки поотрезала ем да из бутылок вот таких вот вот вон еще бутылка валяется а где треть это пустая 4 не пойму куда я третью потеряла посту так вот оставила угощение ну тут видите что творится вчера вырвала и думаю зачем же я вырвала ну ладно бог с ним потому что будут они размножаться плодиться будут ужас как вот смотрите все поели все что можно было даже добрались до клематица вот новый клематиц я посадила только-только купила на рынке у валя в заречье пожалуйста сожрали а вот третья бутылка то моя вот смотрите что творится здесь угощение единственное что меня волнует чтоб собаки не побежали и не выхлебали видно что творится еще беда нужно тоже тут ловушки ставить и еще плюс ловушки поставлю ну какие ловушки мешки из мешки беру вот так вот под вечер иду его тряхиваю какой ужас осталось мало пива но я знаю что они тонут я сто процентов знаю завтра наверное я еще насыплю этой синей штуки которые я насыпала они туда тоже туда лезут но залезло их что к десять они там подохли больше туда лезть они не хотят вот как бы они не перевернули мне вот эту вот вот эту вот кормушку и надо нужно лопатка есть сейчас смотрите что то есть это же тихий ужас но были ли в прошлом году конечно слизни были вот это вот им не по зубам это голубая хосточка были но не столько я их как-то так вылавливала как-то не что-то как-то справлялась вот а в этом году страсть души извините так чайничок это хороший беда видова я прям с этими слизнями короче нужно применять я так поняла нужно применять все вот все что вы смотрите ролики какие да и там и и всю химию и все вот эти вот хитрости ну короче нужно применять все что все что человечество придумала я посмотрела женщина там этот рубит да вот синяя такая штучка она зачем-то перемешивала его с мукой тоже сказала что они прям поедят муки и прям подавились я господи мне кажется рубец работал вот и все что там они прям с мукой так это у меня лопаточка вот здесь вот на всякий случай потому что я не всегда с собой беру лопаты вот вот так вот еще осталось вот так вот ой нельзя показывать нельзя прям а как же а как же я буду показывать чем я брызгала наверное вот буду просто рассказывать наверное это ужас как же хорошо красиво а как же снимать извините меня в леруа мерлен что там чем торгуют я вообще я в шоке и вот можно показать вот так вот смотрите вкусная пахнет пахнет на всю на всю клумбу честно пахнет пиво пиво пахнет пиво пиво пахнет пивом даже бутылки которые большие я разрываю когда там я по пивнушкам их собираю они тоже пахнут пивом вот даже в прошлом году я это пиво просто брала с бутылок с этих больших как-то они называются ваги или лаги как-то так вот и выливала не было таких в прошлом году таких вот все страшных вот эти вот я не знаю это уже стихий там я у меня пакет еще ладно так ну вот все попасть попасть пиво опять попалась пиво все не расползлись а они очухались надо их относить надо нести я их отношу на помойку вставляете на помойку что они их вытряхивания не знаю вчера голубям давала съели голубя или нет потом увидели их я думаю что вороны их должны пушить вот все отнесу сейчас бутылки отнесу то что у меня не хватило пива и на даче нужно точно так же сделать так что вот так вот здесь почему-то не едят че такое но они вот они здесь под этим вот под мешком я мою я мою так куда ползем ну-ка боли ну-ка быстро все собрались до кучи и пошли на помойку и что какие они есть везде как бы я то не стал ух я на этой видела очень много ее сожрали кажется ты боже мой как же жалко я не могу так вот сожрали вот колиус сожрали ясно . мою пожрали колиус ладно уже скоро их отрывать колиус и срывать и черенковать так вот это это не 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 это гравилат да так это буковица буковица вот смотрите как она мне принесла один прям корешочек я хочу начеренковать ее и все мне некогда вот все угощайтесь ребятки угощайтесь они туда залазят напиваются пьяными и короче тонут вот это сто процентов так так что ладно девочки я не знаю теперь как я буду показывать допустим чем я обрабатывала если только на словах что ли короче почему так это уже сказала господи боже сад как же у нее называется как она сама как ее сама зовут я забыла но напишу ниже написал напишу под видео вот очень большие штрафы но у нее канал у меня нет они канала у нее канал они там подписчиков тысячи тысячи тысяч как говорится так ладно пошла а то расползаются пошла пошла вот помпанылочка какая помпанылочка его подвязать вот сейчас вот в веточку вот я подвяжу вот там вот вот верюка вот и вот эту веточку я туда подвяжу пусть она хотя бы бедненькая тяжело ей просто так держать так ну что побежала я побежала я бы тряхивать своих Ужасных жирных слизней На следующий день Так, здесь улов очень маленький Вот, всего одна Я не могу, как противно Иди отсюда Всего один слизень, но здесь их было Вот это вот, это вот Это не просто так Вот Здесь их очень мало, червячок Червячок нужен Так, ладно, я сейчас здесь орала, как резаные Не поверите, мне не поверите Посмотрите, что творится Так, ну, отсвечивает Посмотрите, сколько их Их там море Как же закрыть бы Вот так вот Их там море А я не знаю, их нужно вылавливать, что ли Ну как я их буду вылавливать Процеживать, что ли Не буду я процеживать, пусть дальше лезут сегодня Посмотрите, сколько Ах, муха попалась Бутыхается Плавает Что, тоже пришла бухать Хе-хе-хе-хе, я не могу Представляете, что здесь Где тут эти конкаши Да так вот Кто захочет покупаться Так сказать Как там море водки Стал бы я подводной лодкой Да-да-да О, какой жирный Так, давай А то, что ты все Вся братва Твоя Купается, а ты нет Тоже купайся О, посмотрите Посмотрите, посмотрите Как он Избивается там Да Офигеть Так, ладно Короче, здесь Только один Один, зато жирный Это я вышла уже после обеда Ну, некогда мне было Помидоры Зато закончила С помидорами Все С помидорами Все Правда, банки остались Не знаю, зачем Куда мне их Ну, короче, видно Да, вот самый верхний Наверное, только недавно Утонул Самый такой Жирный Жирный товарищ Ну, мелкий Иди отсюда А-а-а Это что? Это камушек Люда Че ты пугаешься? Так, иди плавать К своим братьям Нафиг Добрый день Добрый день Белла Ага, хорошо Спасибо Пожалуйста А я вот, видишь Ставила Пиво вчера покупала И поставила ловушки На слизней Вон, иди посмотри Вот, сколько там слизней поймалось Иди Они прямо залезают Да Прямо тут Да Да Прямо туда И прям Решили побухать Не рассчитали своих сил И утонули В общем, напились Напились пьяные, да Я и говорю Что? Пьяных вода Пьяных не любит Вот этих сейчас Отнесу еще Ой Стоять Безголовые Я не знаю Нетрусливые Вообще Вот вороны Они трусливые Ворона не подойдет Вот они Вороны Или это галки Или это вороны А, вороны нет Вороны Это вон там Вот Такая здоровая Там вообще не подойдет А вот эти Тупорелые Сколько их гибнет Господи Под машинами Они наглые Они прут Как танки Так Ладно Кушайте Вот И крылышками Еще и разгоняют Своими А одна Трусишка Ты что такая Трусишка Иди кушай Это быстро съедят Все Слопают Эти наглые Такие Вот она Глаз у нее Зеленый Такой Вот слева Слева идет Сейчас Кусочек Взяла Вот еще Кусочек Взяла Ворона Ладно Они больше Меня боятся Чем голубей Вот И за Я не знаю За сколько Ну за 5 минут Они все Подберут До последней Крошечки Ладно О ты какая Подошла Какая она Странная Вот Вот Кусок У волокла Она Серая Вся О какая И ест И даже Далеко Не отходит Это Ой Ее даже Глуби боятся Посмотрите Смотрите Какая Навлая Ворона Галка Ворона Не знаю Кто это Такая Вот она Прям Курица Такая Вот Серая С черными Крыльями Наверное Старая Все виды Видавшая По жизни Долго Жившая Ха Ха Ага Такая Не боится Вообще Клюв Такой Большой У нее За ними Очень Интересно Наблюдать Знаете Есть Такие Вороны Разведчики Которые Увидят Вот так Я хлеб Кинула Быстро А не Быстро Улетела И где-то Кричит Летит Кричит Через Минут Пять Прилетают Куча И Начинают Все Кушать То есть Сама Она Не будет Кушать Вот Они Очень Умные Ну Все Съели Все Но Она Я думаю Все Наелась Эта Ворона Наелась Да Покушала Она Хорошо Не Боится Никого Галя Ты Чего Никого Не Боишься Да Ладно Пойду я дальше Своих Слизней Вылавливать Которые Под мешками Они под мешки Кстати Не очень То и полезли Они все Полезли Бухать Пиво Вот так Вот И все Утонули Я не могу Все Поела Пошла Пошла Все Больше Ничего 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 Не нужно Пошла Наверное Червячков Искать Ой Кто Тут Утонул Жук Какой То Что Ли Оса Я Не знаю Осы Полезные Чем То Или Нет Для Природы Я думаю Что Да Но Вот Эти Слизни Которые Жрут Все Подряд Мы Неполезные Так что Извините Ребята Еще Одна Миска Полная Так Ну Туда Я Не Пойду Я думаю Что Везде Полные Миски Только Их Нужно Менять Я так Думаю Со Временем Их Нужно Менять Вот Как Селедки У Бочки Ё Моё Посмотрите Люди Добрые Прям Как Это Такая Рыбка Бывает Килька Или Солака Вот Такая Бывает Ага Ага Смотрите Ту 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 Но Я Все Равно Их Не Смогу Всех Выловить Это Все Это Бесполезно Черт Я Боюсь Что Я Пролью Отрезала Очень Узкую Сейчас Пойду На Помойку Может Еще Там Есть Бутылки Пятилитровые Нужно Было Выше Подрезать Вот Я Просто Боялась Что Они Сюда Не Заползут Так Работать Надо Иначе Вон Уже Просыпаются И будут Уползать Представляете Какие Жирные Посмотрите Вот Мой палец Вот Чтобы Сравнить Представляете Сейчас Мне придется Туда Их Складывать В это Пиво Пеные О Как Ели Толстые Какие Жирные Но Тут Их Почему То Мало Я Так Думаю Что Мало Здесь Всего Две Попались Наверное Все Сбежались В Одну Поилку Вот Сюда Большую Так Девочку Вот сюда Я вообще Забыла Подставить Вот Одну Поставила Пустую Вот Просто Пустые Поставила Которые Пиво Разливала Чтобы Подлить В другой День Потому Что Я смотрю На мусорке Не очень Бутылок Много Которые Широкие Так Ладно Вот Такие Лучше Наливать Вот такие Вот Пятилитровые Вот Пятилитровые И Обрезать Еще раз Повторюсь Нужно Чуть Чуть Повыше Эти твари Залезут Куда Угодно Полно Обалдеть Обалдеть Ну вот Как Пожрали Так Это Ихиноцея Или Или Вот этот Цветок Я опять Забыла Вот этот Цветок Опять Забыла Как зовут Блин Блин Малин Я уже Их руками Беру Все Здравствуйте А Лиза Это Лиза Елизавета Так Ладно Да Здесь Нет Ну Что-то Знаете Скажу Я вам Маловаться Маловато Будет Маловат И И сам Я какой-то Маловатый Так А где Еще Ставила То Все Что Ли Вот Е-мое Вот Еще Я Ставила Но Вы Знаете Я даже Не знаю Что Делать Вот Это Взять Что-то Их Тут Правда Реально Мало Взять Ее Под Большую Что Ли Поставить Вот Под ту Которую Вообще Бедную Пожрали Вот А здесь Я думаю Они уже Все Выловились Да Переставлю Я на эту Ночь И кстати Долго Они не Стоят Почему По той Причине Что Они там Заваниваются И Конечно Какой Дурак Полезет Там Где Трупы Правильно Вот Они тут Заваниваются И Они уже Не лезут Я помню Как-то Я ставила Почему Я забыла Про это Дело Ставила Они там Кишмя Кишели Кишмя Кишели Как еще Сказать Вот Вот Вам угощеницы Так Ладно Все Отключаюсь Потому что Нужно Две руки Ну что Еще На следующее утро Смотрите Что творится Вы представляете Какое Количество Их тут Ползает Боже Мой Еще не смотрю А вот Сидят Сидят Прям сверху На мешке Спариваются Что ли Ну-ка Идите Сюда Страстно Поцелуя Что это С ними Посмотрите Они реально Спариваются Так Я Я В шоке Это Это Что Мордой В попу Получается Так Такое Спаривание Офигеть Или Они так Рожают Этих Новых Ё-моё Ну Знаете Ли Ребята Это Наглость У меня Слов нет У меня Нет слов Сейчас Надену Свои Любимые Перчатки Потому что С утра Я что-то Очень Прям Брезгливо Я И буду Их Снимать И туда В пиво Отправлять Я думаю Что их Нужно Сегодня Почистить Я имею Ввиду Вот эти Вот Ванночки Да От них Буду Переливать Пиво И свеженького Добавить Пиво В другую Плошечку Их выбрасывать Куда-нибудь Боже мой Что творится Люди добрые Это что за нашествие Такое Фи Вот эту Из-под Тарта Я поставила Только вчера Ну вот Отсвечивает Солнышко Ужасно Посмотрите Половина Просто не было Поуже Чего-нибудь Надо сейчас Может За бутылками За пятилитровыми Сходить На помойку Может Накидали За ночь Посмотрите Что творится Посмотрите С ума сойти И короче Я так поняла Что это везде Где Я понаставила За второй день Вот так вот Они Везде Поналазили Даже вот здесь Вот эти маленькие Тут площадь маленькая Вообще кошмар Как с ними бороться Я не знаю Но вряд ли Я смогу их победить Сегодня еще на штырем Буду обрабатывать К вечеру Так Ну что ж На этом я свое видео Заканчиваю Всем хочу пожелать Счастья Здоровья Успехов Успехов Во всем В жизни И даже в борьбе С этими Вот этими моллюсками Или кто они Подождите Моллюски Это море вроде бы Да Вот Не знаю Ползающими Ужасными Уродами Такими Которые поедают Нашу красоту Это моя Помпанелочка Всем счастья Всем здоровья Всем успехов Всем спасибо огромное За то что мне пишете За то что оставляете Комментарии За то что просто Лайки ставите Я вас вижу девочки Даже если вы поставили Просто три розочки Или еще что нибудь Там я не знаю Не важно что Вот какую нибудь Картиночку Всем всем спасибо Мне очень приятно Очень очень Всем мира Всем добра Всем здоровья Всем всем привет Еще хочу рассказать Поделиться Как я засаливаю Бочковые Соленые Огурчики Вот Чуть не лякнуло Помидорчики Помидорчики Я тоже люблю Бочковые Ох как вспомню Бочку засаливала Бабушка Прям целую бочку Было как вкусно Нереально Первой входила Бочка Да С помидорами Ну вот Это соленые Бочковые Огурцы Прям вот соленые Соленые Самые натуральные Которые мы покупаем Где нибудь там Которые засаливают Также в бочках В ведрах Вот я засаливаю Вот такими банками Можно литровыми Да без разницы Вот просто я хочу Спросить у вас Как вы их солите Может быть есть способ Легче Ну вот чем я Делаю это Вот я закладываю Огурцы Ну вот купила Помыла Их намочила То есть замачиваю На 2-4 часа Не важно Обязательно Даже когда с грядки Говорят сорвали Огурцы Их тоже нужно замачивать Ну наверное Чтобы напитались воды Чтобы все поры У них закрылись Пустоты все закрылись Вот Закладываю сначала На дно банки Чеснок Ловушку закладываю Да Вот Почему перчик я не положила Я сейчас наверное Когда второй раз буду заливать Положу еще перчик горошком Для запаха Хоть в принципе Укроп Перебьет все запахи И остроту Ладно Укроп Что там Хрен я нарезаю Хрен нарезаю Такой Ну обыкновенный Палочками такими У меня просто Его сейчас не осталось И вот 2 банки Поставила Перчика нарезала Колечками Не ложите целый перец Будет острота невероятная Вот Естественно Ложу туда Лист смородины черный Что еще там Ну все Из зелени смородина И укроп зеленый Из белого Чеснок и хрен И лаврушка Ну блин Может я что-нибудь забыла А если я что-то забыла Что я туда укладываю Я тогда не знаю Так Чеснок Хрен Да нет Ничего Все Все рассказала Все Заложила это И ложу Вот на это Все Вот на это Все Ну не с горкой Конечно Вот столовую ложку соли И ну так вот знаете Ну не горка А вот Ну так Как бы полная такая Прям поленькая такая Хорошенькая ложка Вот столовую Ложку соли Солью я пользуюсь Вот такой обыкновенной Не дай бог Без этого Без йода конечно Никаких добавок Ничего Ничего Все Залила простой водой Обыкновенной Холодной водой Раньше привозили с родника Сейчас не ездим Ну как бы тяжело Таскать ее оттуда С родника Эту воду Залила обыкновенной водой На трое суток То есть вот В субботу я их сделала Суббота Воскресенье И понедельник я их закрываю Вот Значит снимаю На протяжении этих трех дней Снимаю пенку Постоянно утром И вечером пенка появляется Я ее снимаю Ну естественно Вот такой вот Ложкой Вот такой вот Хорошей ложечкой Вот Сейчас я слила Все в кастрюлю Буду кипятить И сниму немножко Верхнюю пенку Почему Немножко Потому что Сколько будете кипятить Вот это вот Состав этот Который соленый Кислый Рассол этот Столько будет пенка То есть вы можете Все выкипятить И будете снимать Пенку бесконечно И она вся Рассол выкипят И все И ничего не останется У вас Ну это я так По моим наблюдениям Я не знаю Может быть у вас Все по-другому Может быть у вас Этой пенки то и нет Вот Залью Сейчас эти огурчики И прикрою Прикрою крышечками Просто прикрою Вот крышки Ух ты Люда Ну включи же огонь Чтобы крышки Прокипятить Чуть не включается С первого раза Вот Прикрою Постоят у меня Минут 5-10 От силы Ну так Трогаю руками Чтобы не сильно было У меня горячо Трогаю Сливаю Вот через эту штуку И снова кипячу Этот рассол И снова буду Кипятить рассол И когда я буду Второй раз Уже заливать рассол Я положу Ложку Можно столовую Можно десертную Уксуса 9% Вот прям положу И залила кипятком Закатала Положила ложку И залила Закатала Стоят у меня Эти огурцы В кладовке В пятиэтажном доме У меня нет сарая Нет подвала Раньше люди Помню Носили В эти сараи В эти подвалы Сараи каждый год Поджигали Сейчас ничего нет Все сожгли Там нет Ну есть у кого-то сарай И есть у них Ну как там Погреби очень хорошие Они все это носят Потом обратно Нет Я все держу У себя в кладовке Вот это все Будет стоять У меня в кладовке Вот все Закатала И поставила Да Я еще поставлю ее Ну Вверх тамашками Конечно Вот А стоят они у меня Здесь прям вот на полу Могу прикрыть Сверху полотенце Ну Где-то на час Вот от силы Где-то на час И то Иногда у меня получаются Они супер пуперские Иногда получаются Какие-то мягкие Нехорошие От чего это зависит Я не знаю Вода Одна и та же Все одно и то же делаю Почему-то иногда мягкие Но Хочу что я сказать Я их ложу Вот мне сказали Ложу неправильно А что ж Укладываю что ли Нужно сказать Девочки Поправьте меня Если я что-то неправильно Говорю Я их ложу В винегрет Вот эти огурчики Сама я их не ем Диета Поправьте еще Банку С огурцами Для чего Когда будет процесс Эти соления Они будут Как это Уседать что ли Их будет становиться Как бы меньше Они сморщатся И вам придется Докладывать Вот так вот Брать еще Огурчик И еще вот сверху Вот так докладывать Чтобы когда она Пополнее баночка была Обязательно Вот такая сигнальная банка У меня всегда есть Вот Может быть рассола не хватит Вот этот рассол Тогда вам и пригодится Так сказать Ну вроде бы Все секреты рассказала Не забыть уксуса положить И да Интересно мне Вот без уксуса Они будут стоять или нет Вот Хотелось бы тоже Проэкспериментировать Наверное Одну банку я закрою Без уксуса Посмотрю В крайнем случае Там что будет идти Процесс Идет процесс Соления что ли Работают газы И крышка начинает Так сказать Вздуваться Вот и все Единственное что я смогу Потом открыть И куда нибудь использовать Если уксуса не положу А так с уксусом Не прекращается этот процесс Но все равно Она иногда поддувается Так крышечка бывает Такое Я просто замечала Но очень-очень редко Так как уксус Все эти процессы Снижает Я не знаю как еще Вот смотрите Вот она пошла пенка И если вы будете Пенку снимать Час снимать Два часа снимать Этот рассол Весь И зайдется Как говорится На эту пенку И все Вот И все вы это Уберете Ну просто я так Один раз вот Стояла И все Убираю Убираю Думаю Думаю Да сколько Ты будешь идти Эта пенка Вот она все Вот так вот Поднималась И поднималась Потом я все Прекратила Залила И все Так что вот так Сейчас уже Вот она кипит Я буду как раз Заливать банки И накрывать крышечками Для того чтобы Они просто Огурцы прогрелись Субтитры сделал DimaTorzok Думаю 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 Субтитры сделал DimaTorzok Думаю 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok